всем доброе утро всем доброе утро сегодня впервые я сейчас пробую пробую провести прямую трансляцию уже в трех системах то есть нас есть facebook у нас есть instagram и youtube вот так вот мы прям последние дни перед рожьешь она надо увеличивать служение всевышнего и мы решили делать час уроки в трех сразу системах чтобы где бы где бы человек не был который ищет всевышнего ему есть знание через которое он может присоединиться к свыжного тора мы изучаем тору тора это выше это интеллект всевышнего то есть всевышний когда создавал мир он на творец мироздания он вначале создал тору это была его идея как брать можно так сказать потом эта идея она раскрылась в превратилась в материал а потом этот материал превратился весь этот мир со всеми законами которые в нем есть и дальше были такие люди пророки пророки которые могли присоединяться прямо к всевышнему и через пророков они получали конкретные уже знания по каким-то аспектам и мы сейчас изучаем мудрость шлома малахат царь шлома царь соломон мудрейший из людей он построил первый иерусалимский храм представляете первый храм когда он построил это было это было ну вообще в невероятно первый храм он построил знаете за сколько лет за тысячу лет до до колизея римского то есть все прижать рим колизей все колизей построили когда разрушили второй храм уже 2 русалимский храм и когда как раз римляне угнали евреев в в рим и они построили им колизей там да а так бы конечно бы не было бы колизея вот теперь значит царь шлома мудрейший из людей он оставил нам три книги оставил нам три книги одна из них называется мишлей притчи вот мы ее уже изучаем долго и серьезно 22 глава сегодня у нас и на фейсбуке где мы обычно и изучали у нас слава богу приходит на фейсбуке очень много очень много людей приходит и сейчас у тебя решил что мы и на инстаграме делаем тоже этот урок и на ютюбе из божьей помощи если вам удобнее смотреть или там или там или там вы можете в любом месте где вам удобно посмотреть пересмотреть послать кому-то из друзей знакомых хорошо теперь значит 22 глава мы дошли до в 22 главе мы дошли до отрывка до отрывка значит что нужно подростка у которого сомнения нужно его бить бить нужно подростка потому что у него сомнения они это как бы естественное для него состояние и они еще не вошли в его сердце то есть у него у подростка то чем его воспитывали в детстве это его стержень потом у него появляется влияние окружающего мира он как бы выходит из семьи и появляется влияние окружающего мира которая на сегодня чаще всего не позитивная чаще всего это влияние рушит ему голову вообще целенаправленно под влиянием каких-то маркетологов идеологов и так далее какие-то психологов непонятных лобковских и ну в общем полностью он на выходит в мир гарри поттера да подросток в современном мире когда он выходит из дома из семьи он попадает в придуманный мир который все подростки смотрят сейчас читают гарри поттера и представьте какая-то женщина по имени джоан роллинг придумала выдуманный мир и подросток попадает в этот мир выдуманный мир и говорит нам царь саламон поэтому вчера это учили что и в элит кшура были внар то есть вот эти сомнения в элит это глупости сомнения она привязалась к сердцу подростка и значит шевет мусар палкой наставления розга наставления значит нужно ее удалить от него то есть раньше это было возможно раньше дети завидели раньше дети зависели дети подростки зависели от родителей они были абсолютно бесправны сейчас государство их содержит потому что государство выгодно их делать такими очень послушными устойчивыми и одинаковыми и на сегодня бить детей нельзя ни в коем случае но остается нам только наблюдать как им сносит голову с помощью гарри поттера хорошо теперь значит 16 отрывок нас царь саламон возвращает в мир в тему которая является одной из важнейших тем вообще в жизни человека если мы посмотрим чем занимается большая часть людей большую часть своего времени окажется что большая часть людей большую часть своего времени занимается тем что стремится заработать больше денег то есть весь мир он он как бы в движении и это движение оно измеряется измеряется деньгами и человек он вначале учится что получить профессию то есть он посвящает тому чтобы получить профессию там пять лет десять лет потом он с этой профессии приходит на рынок и он продает 80 процентов светлого времени суток своего до для того чтобы получить деньги за которые он сможет купить еду питье а там и так далее есть люди которые хотят много денег то есть они прям реально такие предприниматели вот и они без остановки думают как же получить много денег и мир как бы этими людьми восхищается вот я только вчера нашел свою старую статью 12 правил рокфеллера да вот был рокфеллер такой очень богатый у него по сегодняшним деньгам было бы 400 миллиардов долларов и он уже умер там сто лет назад а мир о нем помнит и даже вот как как же он заработал эти 400 миллиардов долларов этот рокфеллер теперь значит поэтому царь соломон очень много в мишли уделяет внимание теме денег и он нам сейчас 22 главе в шестнадцатом мир потому что царь шломов был пророк и он нам говорит послушайте внимательно что он нам советует пашек дай ли арбот но но тэн ли ашир ахли максор значит дословно переводится этот отрывок так я вам сейчас скажу дословный перевод и два абсолютно разных комментариев которых каждом из них раскрываются определенные законы значит дословно переводится отрывок так пашек дали пашек это тот кто угнетает бедного дали то обездоленный да легко запомнить дали то вид бедного который обездоленный у который был раньше с деньгами а потом он обеднел тот-то ушек дали ушек это угнетает то есть он его этого бедного бесправного бедного угнетает и день мучает и денег ему не дает ли арбот но для того чтобы умножить ему дословно я перевожу угнетающий бедного чтобы умножить ему дающий богатому ахли максор все это только для убытка только для убытка теперь и значит что это значит что имел ввиду царь шломов первое объяснение дает нам малбин такой был великий мудрец малбин он знал все тору он говорит смотрите здесь говорится о вообще кто кто изучает мишли мишли изучают только хорошие добрые люди то есть злодеи он не будет изучать мишли но смыслом изучать он стремится делать зло а тут про добро про то как бы добрым честным правильным зачем злодею изучать притчи значит говорится это доброму человеку который решил бедного сделать богатым и он его притесняет он ему не платит деньги заставляет его работать для того чтобы умножить ему то есть он понимает если он час бедному будет отдавать все его деньги то этот бедный он обездоленный он пришел домой с тяжелой работы и он вечером взял и потратил все эти деньги в казино или там еще где-то или пропил их или прогулял и так далее и он этот богатый человек он думает а я сейчас буду эти деньги собирать я мы буду платить половину а половину буду оставлять у себя и за год накопится ему нормальная сумма которая сделает ему богатым то есть я его вытащу этой суммой для того чтобы он стал богатым ошек дали и он его притесняет этого бедного ли арбот ложь чтобы умножить ему бедному умножить но тем ли ашир и потом он дает эти деньги для богатого и что то есть он уже стал богатым он отдает эту сумму говорит но все ты богатый я и у тебя половину зарплаты забирал мы сейчас я тебе даю вот купи себе квартиру говорит царь салмон ахли максор это это такой путь только для убытка то есть во первых ты тот кто хотел его обогатить и для этого забирал у него деньги это как воровать в одном месте и давать над здаху в другом давать благотворительность это нет жака нельзя так делать тут украл там отдал это ну украсть для того чтобы кому-то помочь это знаете робину робин гуд до робин гуд это на такая английская сказка про разбойника который забирал у богатых отдавал бедным и там у него вы знаете интересно тоже деталь мало кто об этом знает что когда робин гуд встречал людей среднего достатка он впадал в ступор он не знал что с ними делать то есть он не мог у них забрать они же не богатые и не мог им отдать они же не бедные и он впадал в ступор не знал но вообще эта сказка про робин гуда и просто такая интересная история оправдать грабительство уже были такие робин гуда которые целую сделали революцию в семнадцатом году по убивали 30 миллионов человек ради светлого будущего а потом это светлое будущее так и не наступило значит говорит нам царь соломон что так делать нельзя так делать нельзя нельзя через преступление пытаться осчастливить кого-то так не работает теперь второе второе объяснение это объяснение второе дают места давид другие мудрецы они говорят нет не надо так глубоко и далеко уходить а надо просто прочитать то что написано тот кто грабит бедного для того чтобы увеличить свое состояние то есть он притесняет своих работников для того чтобы ста самому стать богаче а потом он дает богатому подарки взятки подарки дает богатому чтобы ему понравится и сложить какие-то с ним отношения два этих пути они не ведут к богатству они ведут наоборот к недостатку то есть вот эти два пути которые кажутся на первый взгляд они кажутся умными и приводящими к достатку то есть человека это как бы ну вот обычная логика до человек берет у него с работники он думает как же этих работников притеснить как им не доплатить как и меньше доплатить не работает так царь соломон говорит вот такой обеднеет теперь тот кто дает богатым знаете бывает человек идет куда-то на день рождения какому-то богатому вот он думает блин если мы сейчас подарю какой-то маленький подарок то то неудобно он же такой богатый их и чек напрягается покупает какой-то подарок для себя он прыгает выше головы он там вообще очень сильно старается а для богатого чтоб ты ему не подарил ему вообще все равно то есть если он реально богатый то ему ну что ты не подаришь он вообще не заметит поэтому царь сам он говорит в обоих этих случаях ты теряешь деньги вспоминаю как иллюстрацию одну историю когда-то ехал в машине и в такси в израиле слушал радио и радио один раввин отвечает на вопросы ему задают вопросы звонят люди по телефону такой очень известный раввин каббалист и он звонит ему какая-то женщина говорит рыбы говорит вот все уважаемый рам говорит вода раб значит у нас такая сможем ситуация мы работали у нас была фабрика работали были богатыми все потом у нас какой-то был год неудачный и мы эту фабрику закрыли продали и значит с тех пор мы все бизнесы которые мы с тех пор открывали уже прошло больше десяти лет мы потеряли все деньги у нас ни один бизнес не взлетал все вот мы начинаем бизнес теряем начинаем теряем начинаем теряем уже все потеряли нету денег что с нами происходит посоветуйте а до этого жили были очень богатыми он на и задает этой женщине вопроса скажите вы когда фабрику закрывали вы с рабочими рассчитались она говорит но мы же тогда попали и мы в общем то у нас не было денег и мы не нет не рассчитались очень мы с рабочими он говорит так смотрите вы у них забрали все деньги которые у них были на тот момент то есть для вас эта сумма которую вы мне доплатили там одна месячная зарплата это для вас было ну просто копейки какие-то до относительно стоимости фабрики ваших заработков для них это было все их деньги потому что если он живет в минусе один месяц ему не дать зарплаты ему нечего кушать он попадает в долги он занимает деньги там в под проценты и так далее то есть это огромная проблема и они вот та мера которой человек меряет мере этому с неба и вы создали себе такую предпосылку что вот у вас с тех пор жизни не идет и он им посоветовал найдите их рассчитайте с ними и у вас он будет хорошо вот такой я слышал совет раввина по радио в ситуации когда у людей не шло и как раз это иллюстрация на 16 отрывок 22 главы в котором нам царь соломон сказал конкретно притесняющий бедного чтобы умножить богатство и дающий богатому это все только ли максор это все приводит человека к убыткам все следующий отрывок следующий отрывок вода мир и партнер спрашивает что дарить богатому я например всегда когда шел к богатым людям дарил им или книжку какую-то потому что богатых не значит умный я дарил какую-то полезную книжку такую ну чтобы человек почитал поставил ему что он прочитает или картину картина тоже непонятно никогда сколько картина стоит то есть дарил какую-то тематическую картину шел есть много художников можно купить за 100 долларов какую-то очень красивую картину и эта картина возможно потом будет стоить 100 миллионов то есть как картины это такая вещь которая по факту она не имеет стоимости почему потому что ван гог при жизни не продал ни одной картины а сейчас его картины стоит по 50 миллионов долларов любой художник и который сейчас очень дорогой когда-то его картины стоили по 100 долларов и картины не изменились картины за то время пока они от 100 долларов поднялись до цены 100 миллионов долларов это те же картины это те же абсолютно краски этот все то же самое поэтому картина она ну вот хороший подарок я считаю картина хороший подарок и в помощь художнику хорошо теперь дальше 17 отрывок 17 отрывок говорит нам царь сама от азнеха ужма еврейха хамим дословно переводится так от азнеха это преклони ухо свое и послушай слова мудрецов вели быха ташит ли дате и сердце твое ташит это как значит обрати вот сделай фундаментом для моего знания ли дате это для моего познания царь сам он говорит нам здесь принцип обучения вот мы учимся мы собрались в 10 утра или там кто слушать я потом рассылают стать есть ссылочка на фейсбук канале я вам очень советую подпишитесь на телеграм-канал или на фейсбук канал или на ватсап чтобы мы могли вам рассылать уроки интересные и так далее значит когда человек слушает что-то это не значит что он учится когда он слушает он просто воспринимает какой-то поток информации этот поток информации проходит сквозь его сознание вот так такой вот как информационный поток вот он смотрит вокруг деревья стена слова ицкака которая рассказывает слова царя соломона это не называется учиться в мозг он не воспринимает эту информацию как что-то ценное просто идет поток информации интересно интересно теперь учиться это в первую очередь запоминать и применять то есть если ты не запомнил и не применил то это не значит что ты выучил то есть когда человек просто читает книгу и потом не помнит что он прочитал это не значит что он учился вот подпишись на канал в телеграме прямо есть надпись где-то вот под моим изображением фейсбуке есть надпись и эта надпись она она как раз как подписаться на канал телеграм и вторая еще и ссылочка давайте я сейчас уже расскажу раз про ссылочки на канале фейсбуке есть ссылочка называется я дэц как орг я дэц как орг это организация которая помогает бедным людям людям которые помогли в очень тяжелое положение в израиле прямо вот у них читаешь просто сердце кровью обливается какие у людей есть страшные в жизни страдания и если вы хотите есть помощь она бывает разного можно помогать на я лично считаю что самое главное это изучение торы потому что пока ты не знаешь что всевышний от тебя хочет ты не можешь выполнять его волю поэтому я считаю что главное это тора но есть обязательно условия гмилут хасадим гмилут хасадим это делает добро людям и я дэц как они делают добро людям которым реально очень плохо и вы можете по этой ссылочке подойти перейти почитать какие-то истории и помочь тем которые историям тем случаем которые которые вот вас реально зацепили они в израиле помогают делать помощь очень хорошим людям а мы вернемся давайте к отрывку значит говорит царь соломон нам 17 отрывке преклони ухо свое и слушай слова мудрецов то есть он говорит что первое что нужно сделать это найти источник знания который ты можешь услышать то есть все знания заходит человеку в голову от через уши и поэтому очень важно свои уши прикрепить к словам именно мудрецов ха хамим это те которые получили знания от других мудрецов у других мудрецов и в духовной сфере в духовной сфере если вы встречаете встречаете человека сегодня который вам начинает рассказывать что я понял я что-то новое вам расскажу не верьте нет ничего нового под солнцем сказал царь соломон то есть все что бог хотел сообщить миру он сообщил уже через пророков пророки они жили в чистом восприятии когда не было вот этого шума и мусора который есть сегодня в информационном поле поэтому когда какой-то человек даже с большой белой бородой будет вам рассказывать что он что-то новое понял что идет вразрез со словами древних мудрецов не верьте поэтому сказал нам царь соломон преклони ухо к слова мудрецом которые слышали от мудрецов которые слышали от мудрецов которые слышали от мудрецов но дальше он продолжает в или бэха лев человека это его долговременная память это его подсознание это то где он собирает свои знания мире это уже в сердце это его собственно что он запомнил что он для себя определил как важно какие правила он для себя принял правила взаимодействия с миром с людьми с собой это все находится у него в сердце, в подсознании, как такой, как это называется, который плавает в водах айсберг. То есть у человека вот его восприятие мира, то, что он воспринимает, это верхушка айсберга, а внизу в сердце это все его знания о мире, весь его мир, в котором он реально живет, он находится у него в подсознании. И говорит царь Соломон, сердце твое обрати к моему знанию Леда-Ати. Знание это то, что ты реально знаешь, не то, что ты услышал от мудрецов, то, что ты услышал, это только входящая информация. А теперь тебе важно это знание, и для этого он нам Мишли и дает, Мишли это он простыми примерами нам хочет передать божественное знание. И он говорит нам поэтому, сердце обратит моему познанию, то есть пусть мое познание, вот эти вот Мишли, которого он нам с помощью примеров передает, тот станет твоим вот этим вот айсбергом, да, внутри, твоим подсознанием, твоим сердцем, с помощью которого ты будешь принимать решения в этом мире, и с помощью которого ты войдешь в духовный мир, в мир грядущий, потому что туда пускают только по пропуску. Какой пропуск? Тора. То есть или ты знаешь про Бока, или не знаешь, или ты выполнял заповеди, или не выполнял. И все. И все. Ко мне вчера приезжал один очень интересный человек, и он такой еврей, соблюдающий, он все соблюдает заповеди. И я его спросил, а ты еврей знаешь, как ты учишь Тору, молишься? Он говорит, нет, вот я еврей, к сожалению, не знаю, и мне один раз это так, так мне очень сильно это повредило. Я, хотя он религиозный, но вот послушайте, это очень интересно. Он говорит, я приехал в синагогу в ЮАР, и меня не пустили. Со мной начали говорить на иврите, и не пустили. Говорят, ну какой-то религиозный, если ты не знаешь ни одного слова на иврите, ну то есть ты, как ты докажешь, что ты религиозный еврей. И я думаю, что примерно так же будет, когда человек умирает, он туда подходит, суд, ему говорят, ну что, Шма-Исраэль, он говорит, в смысле, в смысле до свидания. Все, поэтому я вам советую, что такое учеба. Возьмите один отрывок, то, что мы выучили сегодня, и выучите его на иврите. Всего 22 буквы еврейские есть. 22 буквы. Выучите эти 22 буквы, которыми Бог сотворял мир, и начните изучать первоисточники. Соединяйтесь с Торой, со словами пророков, через вот эти вот 22 буквы, и через них происходит соединение с Богом. Все, я желаю всем ктивавы, хатиматова, кто поймет, поймет, кто не поймет, переведу. Ктива это, чтобы вас записали, хатимаи запечатали в книге жизни. На небе сейчас вот буквально в эту субботу открывается Роша Шана. Открывается, знаете, как заходишь в рентген-комнату, идет свет такой, бах, и тебе потом выносят. Вот это вы. Вот точно так же будет суббота, воскресенье, два дня. Всевышний таким светом просвечивает сердца каждого, вот этот айсберг. И смотрит, что у тебя там внутри, что ты решил, как ты собираешься будущий год провести, как ты вообще относишься к своим поступкам неправильным в прошлом году. То есть, прям рентгеновский спис, такой снимок за два дня, говорят, вот ваш диагноз, молодой человек, вот ваш диагноз. Значит, кому-то жить, кому-то не жить, кому-то условия хорошие, кому-то похуже. И Всевышний всех нас просвечивает. Осталось еще сегодня, завтра принять правильные решения. Можно в последний поезд вскочить, принять правильные решения о том, что вы собираетесь делать хорошего в следующем году для Всевышнего, как вы собираетесь перейти на следующую ступень в своем духовном развитии и пожалеть о всех своих плохих поступках. Это называется чува, раскаяться. Я лично, публично сожалею обо всех своих плохих поступках. Я хочу делать только хорошее в будущем году. Всевышний, пожалуйста, это искреннее мое желание. Закрепите, если у вас есть такое же желание в молитве, попросите Всевышнего, чтобы он вам дал вот эту силу служить ему и не отвлекаться. И очень хорошо подкрепить хорошим поступком, дать сдаку людям нуждающимся, это Гмелут Хасадим, и продвинуть изучение Торы, чтобы в мире было больше Божественного Света, и тогда весь мир поднимется на следующий уровень. Все, удачи, успехов, всем пока. Выключай, у нас сейчас уже в трех каналах идет, прямо идет и в Ютюбе, и в Инстаграме.